Теперь давайте создадим материал стекла. Создаем новый V-Ray Material. Два раза щелкаем сюда и сюда. Что мы знаем о стекле? Оно у нас прозрачное и оно у нас отражает. Давайте начнем с отражений. Ставим рефлект на максимум. Получаем максимальное отражение под углом. Стекла бывают разные. И у них разный коэффициент проломления. Тоже относится и к воде, и к бриллиантам. На скидку у воды коэффициент проломления 1.33. Соответственно здесь IOR мы ставим 1.33. У стекла он от 1.6 до 2.2. У алмазов он от 2.2 до 2.4. У других материалов, там у пластика, у железа, вы можете смотреть в таблице IOR. Где ее найти, просто в гугле вводите таблицу IOR. И первым выскакивает ссылка на мой сайт. И здесь внизу, вот у меня уже открыта эта страница, в принципе. Здесь внизу мы видим таблицу IOR. И допустим нам нужен, например, кожа, материал кожи. Вот натуральная кожа, человеческая кожа. И мы видим вот эти вот параметры. Это есть IOR, которые нам надо будет вводить. У стекла 1.6. Давайте оставим 1.6. Плюсом ко всему стекло, оно у нас прозрачное. За прозрачность у нас отвечает рефракт. Его тоже ставим на максимум. Вот, оно у нас стало прозрачным. Прозрачность тоже может быть матовым. То есть стекло может быть матовым. Glossness можем задать, чтобы у нас как раз было не отражение, а именно прозрачность матовыми. Отражение матовое мы задаем с помощью рефлек-glossness. Вот этим вот параметром. И давайте, знаете что? Отражение сделаем немножечко матовыми. Порядка 0.97. Потому что абсолютно ровных отражений у нас все равно нет. Давайте сделаем 0.97. Какие еще у нас параметры стекла? Если мы посмотрим на срез стекла. Ну, давайте. Например, если вы это стекло делаете для журнального столика, то вы увидите то, что оно имеет какой-то цвет. Вот, видим. В данном случае синий. Синий-зеленый такой срез. Вот, а тут оно прозрачное. Как нам этого добиться? Стекло, оно в принципе имеет цвет. Немножко темно-зеленый. И чем толще слой стекла, тем он толще, тем больше мы видим то, что оно имеет цвет. Поэтому давайте зададим, но не в diffuse. Тогда у нас не будет, мы не будем видеть толщины. А именно, так называемый, fog color, туман. Давайте сделаем его темно-зеленым. Более насыщенным. Но ни в коем случае здесь не ставьте максимуму насыщенность, потому что 255 не ставьте, не больше 250 вообще лучше ставить, потому что абсолютно насыщенных цветов в природе нет. Это будет выглядеть не очень. Давайте вот такой вот цвет, темно-зеленый. И применим этот материал к нашему объекту. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы видим то, что он почти непрозрачный. Давайте сделаем его чуть более прозрачным. Для этого значение fog multiplayer сделаем чуть поменьше. Еще меньше. У меня просто очень большая сцена, поэтому придется делать очень маленькие значения. Ну и еще меньше. Мне, наверное, в целом надо будет цену поменьше сделать. Да, вот теперь мы видим то, что стекло у нас стало более прозрачным, но при этом зеленоватый оттенок в нем будет присутствовать. Особенно это будет видно на срезах. Но здесь у нас резких срезов нет. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Видим то, что вот эта вот область у нас заполнена белым. Скорее всего, потому что у нас объект стекла немножко пересекается с вот этой вот сферой, которая внутри. Давайте попробуем ее сделать чуть-чуть поменьше и посмотрим, что из этого получится. Видим то, что стекло оно прозрачное, но при этом имеет какой-то оттенок, такой зелено-синий. Вот это тот эффект, которого я хотел добиться. Что еще важно в стекле? Очень важно поставить одну галочку. По умолчанию в V-Ray стекло не пропускает свет. И, соответственно, нам нужно либо настраивать каустику, ее мы разбираем в курсе по свету, либо поставить галочку «Affect Shadows» в параметре «Refraction». Это позволит свету проходить сквозь стекло и освещать объекты за ним. Ну, особо на рендер это не влияет. Вернее, на вот этот конкретный рендер это влиять не будет, но в целом, если у вас свет не проходит сквозь стекло, это очень сильно влияет, конечно же, на картинку. То есть у вас в сцене может просто, в принципе, не быть света, если у вас только солнечное освещение, поставлены стекла на его пути и не стоит вот эта галочка. У вас свет просто не будет попадать в сцену. Так что это очень важно. Ставьте эту галочку всегда, если только вы не хотите сделать каустику. Давайте попробуем поэкспериментировать с картами. Найдем карту Noise и засунем ее в Bump, в нашу шероховатость. Вот, мы видим, что произошло. То есть вот такая вот карта. Белым у нас обозначены возвышенности, черным как бы впадины. И эта карта создает иллюзию неровной поверхности тем самым. Давайте попробуем посмотреть, как это у нас выглядит на рендере. Чтобы не рендерить всю картинку, давайте выберем регион, который нам интересен. И отрендерим только его. Так, я не вижу никаких искажений. Возможно, потому что карта слишком большая. Давайте сделаем ее поменьше. Интересный эффект у нас получился. Собственно, такие стекла тоже ставят в межкомнатные двери. Я решил добавить еще один объект, чтобы нам больше было видно, как именно искажает наше стекло. И что мы видим на срезах. Давайте попробуем отрендерить. Итак, получился вот такой вот материал. По нему, в принципе, видно то, что туман у нас слишком-слишком прозрачный. Потому что грани видно, но они не имеют как такового цвета. Поэтому давайте немножко изменим туман. Да, я изменил размеры сцены, поэтому у меня немножко поменяли значения именно тумана и размера. Но на это не обращайте внимания. Так, я, значит, сделаю туман чуть более густым. И что еще мы можем сделать? Можем поменять размер вот этих неровностей. И давайте уберем вот эти вот неровности нашего стекла. Сделаем его снова прозрачным и ровным. Давайте сделаем его матовым. Вот у нас есть параметр Glossness. Давайте сделаем его порядка 0.75. Да, вот мы видим то, что оно стало матовым. Давайте сделаем 0.8. И с Abdiu сделаем 32. Ну, я думаю, будет достаточно рендер. Так, верну FogColor. Сделаю его темно-зеленым. И давайте попробуем отрендерить. Посмотрим, что получится. Вот мы видим то, что у нас появился прямо зеленый-зеленый. Вот это мне уже больше нравится. Дождемся конца рендера. Вот такой вот замечательный материал у нас получился. Я как-то смотрел урок одного русского автора, который утверждал то, что он нашел гениальный способ, как рендерить матовые материалы быстро. То есть матовые материалы, они рендерятся очень долго, потому что, ну, очень большое количество сабдивов требуется для того, чтобы не было шумов. Вот, а он утверждал то, что можно делать это гораздо быстрее и какой-то уникальный метод. Вот, я посмотрел видеоурок, там было показано просто то, что он рендерил обычное стекло прозрачное и не матовое, а потом в фотошопе добавлял матовость. Сейчас я вам наглядно покажу, почему так делать не стоит и почему это в корне убивает фотореализм. Покажу это на очень простой сцене. Вот у нас стекло. За стеклом находятся две сферы. Давайте попробуем это отрендерить. Посмотрим, что получится. Стекло у нас, естественно, матовое, оно немножко размывает изображение. И вот мы видим то, что у нас за стеклом две размытые сферы. И в фотошопе можно, в принципе, то есть отрендерить эти сферы без размытия и наложить на них, допустим, Gaussian Blur, и они у нас получатся размытые. Но что будет, если один объект, одна сфера будет находиться чуть дальше от стекла? Сделаем ее чуть подальше. И мы видим то, что она размывается гораздо сильнее, чем вот эта сфера. А Gaussian Blur дал бы нам размытие абсолютно одинаковое. И выглядело бы это не очень, не фотореалистично. Поэтому придется нам долго ждать рендера, но с этим особо ничего не поделаешь. Есть одна фишка. Можно поставить Use Interpolation галочку. Она также есть и в Reflect Glosseness. Но с ней нужно быть аккуратным. Давайте сейчас попробуем отрендерить. Рендер, в принципе, будет чуть быстрее. Значительно быстрее, как мы видим. Но могут появляться артефакты, особенно на месте бликов. Давайте вернемся к нашему стеклу. И попробуем сделать не просто матовое стекло, а запотевшее стекло с капельками. Так, вот я вернулся к настройкам обычного стекла. Оно сейчас не матовое. Матовость мы будем задавать не этим значением, а картой. Я взял стандартную карту, вот эту вот, и немножко ее настроил. Сделал вот эти вот цвета. Два цвета. Давайте по умолчанию, значит, эта карта выглядит вот так. Я просто заменил цвета. То есть вместо серого здесь сделал белый. А вместо черного поставил серый. Чтобы у нас матовым было оно не абсолютно, то есть не сильно матовым. А вот этот цвет у нас определяет, насколько матовым будут участки вне капелек. Вот беленькие это у нас капельки будут, а серые это у нас матовое стекло. И эту карту мы засовываем в рефракт глосснос. Здесь не видно, но на рендере будет... Но на рендере будет сейчас видно. Сейчас мы увидим, что получится. Итак, мы видим матовое стекло и на нем небольшие проблески. Но это проблески, это не похоже на капли. Как будто просто кто-то потыкал пальцем по запотевшему стеклу. Тоже неплохой эффект, но давайте попробуем добиться все-таки эффекта капелек. Для этого мы будем использовать карту Bump. Давайте только вот этот участок в следующий раз отрендерим. Попробуем эту же карту засунуть в Bump. И давайте отрендерим. Сейчас это уже гораздо больше похоже на капли. Ну и в принципе можно отрендерить всю картинку целиком теперь. Еще один важный момент. Кроме того, что у нас стекло прозрачное и рассеивающее, у нас рассеиваются еще и отражения. Поэтому вот эту карту нужно засунуть еще и в Reflect Glossness. И после этого у нас получится вот такой вот красивенький результат. Все, вот тут капельки, они не преломляют, они выпуклые. Все очень даже симпатично. Можно использовать в ваннах для красоты, делать такие вот материалы.